Всем привет! Меня зовут Титовец Анна и я победительница конкурса ТОП СТЮАРДЕСЬ 2023. Я закончила Минский государственный лингвистический университет в 2014 году. Я по специальности переводчик-референт, специалист по межкультурным конъюкациям. Шучу, что я работаю по специальности, то есть культурно коммуницирую. Я закончила университет в июле 2014 года и в августе я уже заключила контракт с авиакомпанией Белави. Когда родители узнали о том, что я решила связать свою жизнь с этой профессией, мама достала кассету 1989 года, где маленькая Аня Титовец в кругу детей сказала, что вырастет и станет стюардессой. И это казалось пророческим. Это был кастинг, так же как и нынешние наборы происходят с помощью кастинга, прохождение летной комиссии и так же собеседование с преподавателем английского языка. В 2014 году это был очередной набор, которые происходили не так часто, так как количество бурпроводников в компании было предостаточным. И мне тогда очень повезло и всему моему набору, потому что из 30 человек 16, это большая часть, все прошли кастинг. Я решила брать комиссию измором, зашла последняя. Комиссия была уже немножко слегка измучена кандидатами и они задали мне один вопрос, который, наверное, стал решающим в принятии решения для комиссии. Они спросили, Анна, назовите свой самый главный недостаток. Я сказала, я очень пунктуально. Вся комиссия рассмеялась и спросили, почему это является недостатком. Потому что я всегда прихожу вовремя и жду всех остальных. Они поблагодарили меня за ответ и отпустили. И через неделю мне позвонили из главного офиса и сказали, если вы еще не передумывали, то вы приняты. Я очень хорошо помню свой первый полет командира. Его зовут Виктор Русак и второй пилот Псаров Роман. Мой первый полет произошел с инструктором-бурпроводником Екатериной Карваш. Это была Варна, Болгария. Существует такая традиция, когда борпроводник совершает свой первый стажерский полет, он проходит взлет и посадка проходит в кабине пилота. Я тогда в первый раз летела на самолете. До того, как я устроилась в авиакомпанию, я не летала никогда. И я очень сильно переживала, что меня будет укачивать. Несмотря на то, что мой вестибулярный аппарат был проверен от и до на летной комиссии. И, конечно, я до сих пор помню те ощущения, которые отзывались в моем теле. Когда самолет, это был Boeing 737. Когда он взлетел, я находилась в эпицентре вот этой маленькой кабины пилотов. Рядом сидел командир и второй пилот. Я эти ощущения запомнила на всю жизнь. И также есть такой небольшой ритуал для ввод в борпроводники. Старший борпроводник должен вылить стакан воды борпроводнику-стажеру. И тогда меня пригласили в кабину. И сказали, Аня, мы знаем, что ты из Жодина. Ты знаешь, как выглядит Жодина с высоты птичьего полета? Я сказала, нет, но очень бы хотела. И командир сказал, посмотри, Жодина выглядит как большое желтое пятно из белазов. Я наклонилась в окно, и старший борпроводник вылила мне стакан воды. Ну, то есть это такая довольно шуточная процедура. Доставляет никаких отрицательных эмоций. Только смех и поздравления коллег с тем, что ты теперь полноправный борпроводник. Приметы. Я особо в них не верю. Но когда у меня отрывается пуговица на жакете, я стараюсь перед рейсом ее не пришивать. Это значит, что рейс, возможно, задержится. Я думаю, что это, конечно же, если брать визуально, то это опрятный, приятный внешний вид. Отзывчивость. И мой самый главный пункт конкретно от меня, борпроводник, должен обладать эмпатией. Потому что очень много пассажиров, кто боится летать. И в этот момент именно борпроводник является тем связующим звеном, который может помочь пассажиру на данный момент решить эту его проблему. Быть с ним добрым, внушительным и доказать и показать ему то, что на самом деле летать это не страшно, очень даже приятно. Забавный случай с полетом. Например, мужчина, летящий в бизнес-классе, я не помню, к сожалению, какой это был рейс. Он старался достать, он попросил у меня что-то острое, чтобы достать сим-карту из мобильного телефона, потому что он летит в Грузию, это была Грузия. И вставить сим-карту грузинскую, чтобы позвонить своим родственникам. Я любезно предоставила ему иголку, он поставил другую сим-карту и начинает звонить. Мы летим на высоте 10 тысяч метров. Я подхожу, говорю, мужчина, вы знаете, я хочу вас расстроить, но связь сейчас ее нет. Он говорит, не переживай, у меня роуминг. Я просто оставила его в покое и ушла, а он дальше пытался дозвониться своим родственникам. Я очень давно следила за конкурсом ТОП СЮАРДЕСТ, как он для меня является не только конкурсом красоты, но и профессионализма. Авиакомпания Белави участвовала в 2017 году в конкурсе, но, к сожалению, никто из девушек не прошел, по-моему, даже до полуфинала. Конкурс в этом году был пятый юбилейный, он возобновил свое существование, и для них это был такой очень переломный момент, такой был камбэк, возвращение на арену. Я когда увидела о том, что проходит кастинг на пятый юбилейный конкурс, подумала, я работаю в компании 10 лет, являюсь инструктором-экзаменатором на всех существующих типах нашей авиакомпании. Почему бы мне не добраться до еще одной вершины? Я подала заявку, она была сразу одобрена, и меня пригласили на кастинг. Конкурс состоял из трех этапов. Это кастинги, которые проходили по всей России, но самый первый был в Москве. Следовательно, далее был полуфинал, где жюри оценивало конкурсанток на действия в аварийных ситуациях, проверку знаний, аварийно-спасательного оборудования, английский язык. Также даже были сценки с какими-нибудь очень требовательными пассажирами. Нужно было выкрутиться и представить свои коммуникативные навыки в полной мере. После полуфинала были объявлены финалистки. Я очень удивилась и обрадовалась, что я смогу представлять свою авиакомпанию на таком международном конкурсе борпроводников. И начала готовиться к финалу. Для финала необходимо было подготовить творческий номер. И я решила показать своим творческим номерам, так скажем, свое внутреннее я, свое второе альтер-эго. И я сыграла на барабанной установке вживую композицию своей любимой британской группы Depeche Mode. Я думаю, что именно творческий номер поразил жюри. И я смогла выиграть главную корону и титул самой красивой стюардессы. До того, как я попала в финал, я точно не была уверена, какой будет творческий номер. Так как я занималась танцами в детстве, я думала, что, скорее всего, буду танцевать. Но сила интернета работает очень. И сейчас я расскажу, как. Моя бывшая коллега Ирина, которая является мужем моего преподавателя по барабанам, написала мне в Инстаграм, «Аня, я видела, что ты участвуешь в конкурсе. Какой ты будешь готовить творческий номер?» Я говорю, ты знаешь, я даже не думала еще об этом. И она предложила мне прийти и научить меня с нуля играть на барабанной установке. Мы долго выбирали композицию, и Саша помог выбрать мне ремикс для этой песни. «Депешмот» — это моя любимая британская группа, поэтому сразу пришла мне в голову. Ну, а полностью вот этот ремикс, обработка — это уже вот мой преподаватель Александр помог мне выбрать. Мне было очень сложно, потому что у меня представления о барабанной установке были — это только тарелки. Когда я села сюда, и Саша сказал, вот ставь ногу на педали, такая, что, здесь еще педали есть? То есть здесь все очень динамично, и руки работают отдельно с ногами, и мозг должен это все собрать в одну единую картинку. Упорный, сильный человек, потому что она не побоялась принять этот вызов. Все-таки, когда ты играешь на сцене при полном зале, не просто какой-то клуб, а действительно большой концертный зал у людей. Там, где конкурентная атмосфера, и каждый смотрит на тебя, оценивает. Это совсем нелегко, но она очень хорошо со всем справилась, она большая, молодец, мы все очень рады за нее. Сейчас Анна выходит, и мне кажется, у нее уже нет ни тени волнения. Вот, нужно двигаться дальше, разучивать что-то новое, у нее есть интерес к тому, чтобы продолжать развиваться и совершенствоваться в этом направлении. Поэтому будем двигаться дальше с ней, и она еще не раз заявит о себе на барабанах. Пришла к ребятам и сказала, что я хочу заниматься дальше, они приняли меня обратно в свою музыкальную семью. И не хочется быть исполнителем одной песни, поэтому мы будем разучивать следующую композицию, которую я также хотела бы исполнить на барабанной установке. Это песня группы Rammstein. Она в переводе с немецкого называется «Мое сердце разбито. My heart is brand». Профессия борпроводника настолько универсальна, я всегда говорю о том, что человек, работающий в авиации, в данном случае борпроводник, он проходит такую школу жизни, он может работать абсолютно везде. Мне приходится применять свои коммуникативные навыки, также не находясь в самолете, в магазине, в аптеке, просто где-то. Когда я вижу, что человеку нужна помощь, опять, это же моя эмпатия, я всегда подойду, предложу свою помощь, даже если человек об этом не просит. В самолете чаще всего, ну, такие для меня самые неприятные ситуации, это, конечно, когда пассажирам становится плохо, потому что, несмотря на то, что мы проходим медицинскую подготовку в Белой Роще под Борисовым каждые два года, с инструктором, который помогает нам оказывать первую помощь, мы не являемся медицинскими работниками. Я всегда очень переживаю, когда пассажиры теряют сознание, как правило, в основном это происходит из-за алкогольного опьянения. Поэтому я всегда советую пассажирам, которые боятся летать, не употреблять алкоголь, потому что выпитый бокал шампанского в воздухе приравнивается к трём выпитым на земле. Тебе кажется, что ты расслабился, и ты перестал, и поборол все свои страхи, и перестал бояться, но ты просто в какой-то момент перестаешь контролировать ситуацию вовсе. Хочу сказать, что профессия бортпроводника привела у меня вкус вообще к жизни и вкус к путешествиям. Я не уверена, если бы я работала в какой-то другой сфере, я бы смогла увидеть столько стран, сколько я увидела. Когда ты общаешься с различными людьми, в самолете это могут быть коллеги или пассажиры, происходит постоянно коммуникация, обмен информацией. «Ой, а ты была там на каком-то острове?» И такой, «Нет, но я бы очень хотела». И в следующий отпуск отправляешься туда. То есть это происходит вот такой обмен информацией. Что касается профессии бортпроводника, в нашей компании рейсы в основном все разворотные. У нас тоже также есть командировочные рейсы, такие как Дубай, Египет. Это где экипаж может остаться на 2-3 дня. В феврале в лютую, в югу понежиться на солнышке и искупаться в Красном море. Сейчас, после победы в конкурсе, безусловно, очень много внимания со стороны СМИ. И сейчас мне хочется немножко отвлечься от вот этой светской жизни и просто прийти в свой любимый самолет и слетать в свой любимый рейс, спокойно напоив всех пассажиров чаем, уделить всем внимание, пообщаться и вернуться домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok